60 лет тому назад, под Новый год, в Гомельской области начался отсчет нового революционного вида искусства – телевидения. 31 декабря 1957 года уже профессиональный телецентр из Гомеля заявил о себе первой новогодней программой. В 60 – жизнь только начинается. Калейдоскопом проектов и программ на практике доказывает телерадиокомпания «Гомель». Назад в будущее – одного из крупнейших региональных телерадиоцентров Беларуси – репортаж Натальи Каприленко. Энтузиазм, импет, драйв – на любом языке и сленге телевизионщики разных поколений по-своему попытаются объяснить необыкновенную перчинку, которая их всех объединяет и отличает профессию. И пусть те, кто по ту сторону картинки, спорят, телевидение – это искусство или нет, для большинства людей, создающих эту самую картинку – телевидение – жизнь. В 1956 году студия энтузиастов впервые выпускает в эфир собственную передачу. Уже через год небольшой коллектив телерадиолюбителей становится родоначальником профессионально-оригионального телерадиоцентра, первого в Беларуси. Переход на трансляцию собственного эфира на 40% территории области – просто революция. Снимали на кинокамеру, выходили в прямой эфир. Тогда о профессии оператора, режиссера или видеоинженера и речи не шло. Первая запись в трудовой книжке гомельских энтузиастов техник телевидения произвела фурор. Радиус приема звычайного телевизора – 30-40 километров. Гомельские радио-аматоры глядят концерты и спектакли Киевского телевизийного центра за 240 километров. В 60-х годах у Гомеля прямая связь с Москвой на зависть даже белорусской столицы. Формируются отдельные тематические редакции их рубрики на уровне телецентров других союзных республик. В 70-х прямые эфиры из Минска и появление цветного изображения. Полностью в цвете гомельское телевидение стало транслироваться в начале 80-х. Вообще 80-е и 90-е прошлого века – время активного развития для Гомельского телецентра. Внедрение техники, выпуск телепередач на разные темы, подготовка фильмов о выдающихся людях эпохи и просто о неординарных личностях. Но главное – это время формирования своего читаемого стиля. А сегодня мы пропонуем вам зазернуть за той бок экрана и познаемиться с людьми, чья праца, случайно, застояться за кадром. В 2000-е годы активное применение компьютерных технологий, оборудование полноценных студий для выхода в эфир, новостных, цикловых программ, ток-шоу, потом стремительное развитие авторских проектов, которые прозвучали на всю республику и подарили Гомелю телевершины. – Приятно, конечно, побеждать, но лучше бы таких программ не было. Лучше бы в Белоруссии не было детских домов, не было неблагополучных семей, и наши дети жили в счастливых семьях. Кадры из фильма, выпущенного к 50-летию Гомельского телевидения, теперь интересны молодым сотрудникам уже с исторической точки зрения. Камеры, пульты видео и аудиомонтажа, эфирное оборудование скоро совсем перейдут в разряд раритетных. Но во все времена для любого поколения телевизионщиков останется актуальным главный – секретный ингредиент профессии – работа только командой. Ведь телевидение – это не ведущие, корреспонденты, редакторы, операторы, режиссеры, звукорежиссеры, инженеры, а единый организм. Сердце телерадиокомпании «Студия» – именно сюда каждый год стремятся попасть на экскурсию школьники и студенты, все утверждают, что здесь какая-то совершенно особенная аура. В этой обновленной студии записываются информационные программы, которые выходят в эфир на телеканалах «Беларусь-1» и «Беларусь-4». У телерадиокомпании две современные студии, где кипит работа телевизионщиков. Сегодня предприятие выпускает в эфир около 40 проектов и передач. Героем актуальной программы может стать практически каждый зритель Гомельской области. Репортажи о юбилее родного телевидения – один из немногих случаев, когда на ТВ попадают не только ведущие и корреспонденты, а все, кто обычно остается за кадром. Под Новый год подстраивать коллектив с юбилеем и наступающими праздниками в Гомель приехал председатель «Белтелерадиокомпании» Геннадий Давыдько. Глава ведущего медиахолдинга страны отметил, что несмотря на внушительный возраст, в работе Гомельского областного телевидения не ощущается творческой усталости. Самое главное, когда мы говорим о средстве массовой информации, качестве – это доверие. Доверие завоевано профессионализмом, оперативностью, достоверностью. Я вижу будущее компании в освоении интернет-аудитории. Мне хочется, чтобы вы больше снимали документалистики, у вас это хорошо получается. Я вижу также перспективу, возможно, в съемке игрового кино. Очень интересные репортажи о судьбах людей Гомельщины. У вас тоже это получается. Сейчас телерадиокомпания активно работает над программами и проектами 2018 года. Нашим зрителям также не стоит расслабляться. Мы призываем активнее участвовать в медийном процессе, ведь сегодня вы – незаменимый элемент телевизионного искусства. Наталья Каприленко, Игорь Морищенко. Итоги недели.